Всем привет, друзья, с вами как всегда Гриф, и мы продолжаем нашу всеми любимую рубрику по тактикам на самых популярных картах в игре Everface. В этом видео будут тактики, которыми я пользуюсь, играя за штурмовика на карте Дворец. Это уже вторая часть, первая была совсем недавно, и играл я за медика, кому интересно, обязательно посмотрите. Как обычно, перед игрой на тактических картах я играю в мясорубке, и после такой вот разыгровки стрелять становится куда проще. А вот и первая тактика, пробегаю через двойку в эту арочку, сразу же спускаюсь по лестнице, но в зал я не захожу, а жду появления первого врага. Появляется он очень быстро, весь прикол в том, что противник крайне редко оборачивается, чтобы чекнуть дверь, чем я и пользуюсь. И после пары минусов я обычно поднимаюсь обратно к пленту и жду остальных. Продолжаем защиту двойки, и в этот раз я пробегаю через коридор и поднимаюсь на позицию слева от плента. Пробежав сюда быстро, можно сразу заметить врага, который намерен пройти на плент через арку. И дальше по ситуации, либо пробую поджимать врага, дабы не пропустить его к пленту, либо поднимаюсь наверх и встречаю тех, кто уже подсадился на второй этаж. А теперь защита единицы. Обычно я не спешу проходить к машине, так как туда часто летят гранаты, и те же снайпера вначале будут чекать именно это место. И только дождавшись одного врага, я туда прохожу. Но как вариант, можно попытаться пробежать через трубу и встретить врага там. Кстати, после выхода на эту точку, открывается отличный вид на длину. Как и в случае с метиком, играя за штурмовика, рашить не менее интересно, и делать мне это нравится именно через единицу. Пройдя к этой арке, часто удавалось встречать врагов с гранатами в руках. Да и я, если честно, в этот момент тоже не ожидал бы такого раша. Кстати, как вы уже заметили, для этого видео в качестве основного оружия я выбрал АК-103. Теперь я чувствую, начнется бомбежка в комментах насчет макросов, как это часто бывает в подобных роликах. Таких людей я не понимаю, и отвечать им что-то в комменты точно не буду. А теперь тактики за сторону нападения. И первая тактика заключается в следующем. Прокидываем оглушающую гранату рядом с машиной и сразу залетаем на плент. Такой прокид как раз может задеть врагов, пробегающих к трубе или просто стоящих у машины. Ну а дальше действуем по ситуации. А если граната никого не зацепила, как вариант, можно забежать в зал и найти врагов именно там. Этого обычно никто не ожидает, чем и нужно пользоваться. Вообще, рашить через центр мне ну очень сильно нравится. А играя штурмовиком, это делать намного проще, нежели медиком. Класс более универсальный и хорош практически на любой дистанции. Но требует от вас определенного умения стрелять и быстро наводиться на голову. С чем у меня проблем обычно нету. Что интересно, если забегать в зал и сразу проходить вперед, как это сделал я, раш получается более эффективным и необычным, что нам только на руку. Ну и наконец разберем точку 2. И самое прикольное, что у меня получалось, это проходить через плент в ту же самую арку и спустившись вниз обойти врагов, которые всеми силами удерживали зал. Если вам правда понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. А победителем в мини-конкурсе с прошлого видео становится СуперВолодюха, с чем я тебя и поздравляю. Отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.